Взяли пункцию и озвучили нам диагноз – рак крови или коз. Врачи сразу сказали, что шансов нет. 9 лет борьбы со страшной болезнью. В 21 год Никита пережил многое. Две пересадки костного мозга, отказ рук и ноги во время химиотерапии, несколько рецидивов. Последний рецидив случился пару недель назад. Парень лечился и дома, и в Санкт-Петербурге безуспешно. Сейчас Никите могут помочь только в Белоруссии. Для нас это последний шанс на выздоровление Никиты. И у нас этот шанс есть. Он реален, этот шанс, чтобы полностью излечиться и быть здоровым. В Минске Никиту уже ждут. Вот только лечение обойдется в 4 миллиона рублей. Светлана и ее сын живут вдвоем. Семья была вынуждена обратиться за помощью. В короткий срок удалось собрать крупную сумму. Но она не окончательная. Никите может понадобиться еще около миллиона. Так что сбор не закрыт. Каждый день поступают суммы. Каждый рубль дает надежду. Видно, что помогают самые обычные люди. Когда смотришь на сумму, что люди, которые помогают, что там набирается, естественно, есть ощущения и чувства, плюс поддержка, что вот так вот, что сейчас полетим, пройду лечение и все. Никита окончил 9 классов. Два раза поступал в колледж, но из-за рецидивов так и не смог отучиться. Когда у него была ремиссия, он чувствовал себя хорошо. Он подрабатывал, расклеивал листовки, работал с дядей на строительстве, помогал что-то поднести. Он хотел работать, он хотел работать, он хотел жить. И он стремится к этому. И все же Никита будет поступать в Алтайскую академию гостеприимства, чтобы стать поваром-кондитером. Но сначала нужно победить болезнь. Через месяц парню исполнится 22 года. Очередной день рождения он проведет в больнице. Очень хочется надеяться, что все остальные праздники он будет встречать в кругу своей семьи. Хочется жить полноценной и здоровой жизнью. То есть учиться, работать, заводить семью. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, Будня.